Тема строительства на набережной реки у жителей КСМ давно на слуху. Частный предприниматель получил по суду право возвести здесь торговый объект. При этом муниципалитет обязал его благоустроить прилегающую территорию. Среди жителей КСМ споры разгорелись нешуточно. Одни выступили против строительства, другие считали, что реализация проекта дает шанс привести набережную в порядок. На встрече сочинцев с мэром удалось наконец-то прийти к согласию. Анатолий Пахомов распорядился расширить зону благоустройства и оборудовать пляж для купания. Большинство жителей КСМ за то, чтобы действительно благоустроить эту территорию. То есть продолжить благоустройство и пешеходную зону доделать до улицы Труда. Кроме того, есть предложение открыть левобережье реки для прохода жителей. Контролировать благоустройство будет рабочая группа жителей КСМ, созданная прямо во время обхода. Но сначала предстоит навести порядок, убрать мусор и расчистить берег. То же касается и придомовых территорий. Сейчас чисто далеко не во всех дворах. А вот дом номер 10 на улице Труда Анатолий Пахомов отметил как образцовый. Здесь жители не только следят за порядком в доме и обустраивают прилегающую территорию, но и сами сделали детскую площадку. У нас здесь росла трава вот такая и стояло болото по колено. Мы решили оборудовать сами. Цена вопроса 2,5 тысячи рублей с каждого. Правда, пришлось поработать и руками. Зато теперь дети при деле. Позаботились на КСМ и о досуге молодежи. Здесь обещают отремонтировать пустующий 25 лет дом культуры, который по инициативе главы города был возвращен в муниципальную собственность. Из городской казны уже выделено 18 миллионов рублей. Проект из МЕТА готовы. Детские студии будут здесь обязательно. Кружковые занятия обязательно здесь будут. Здесь будет и салон парикмахерского искусства мы сделаем, потому что надо учить, как нашим маленьким актерам прически делать. Это все целый театр. Здесь будет большой театр, будем так говорить, дом культуры с театром. В будущем в Центре национальных культур откроются кинозалы и спортивные секции. Ремонт здания планируют закончить через два года. А вот ярмарка продукции кубанских фермеров, о которой мэра просили жители КАСЭ, может появиться на территории микрорайона уже в самое ближайшее время. Я вам ее согласовываю. Зовите, кого считаете нужным. Значит, ставьте, приглашайте, с машин торгуйте. Анатолий Пахомов пообещал, без поддержки городских властей КАСЭМ не останется. И в случае, если местный бюджет в этом году будет профицитным, финансирование на благоустройство микрорайона выделят снова. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.